привет youtube привет еще раз поздравляю всех с праздником с 23 февраля сегодня ну я как и многие ребята работаю вот тут вопросы задают по силовым крючкам как и делает чего к чему почему но имеется ввиду вопрос был задан под две насадки как это все делается берется железяка приваривается ручка к ней вот и на окончании вот такие в магазинах продаются вот штучки стоят копейки поэтому не надо мудрить и самому вытачивать и на окончании приваривается вот такая штука это уже насадка удлинитель у меня была она тут не нужно вот и весь крючок что мы делаем допустим мы берем две насадки одну острую другую к примеру не очень вот ставим их сюда и работаем хорошо что не упала вот в два раза так сказать эффективнее происходит работа вот опять же это первый вопрос второй вопрос из какого металла значит поначалу когда я начинал этим заниматься я много чего не знал было много вопросов я брал вот такой пруток обыкновенная 100 люка ведь я из баллончика чуть покрасил чтобы она как бы ну чуть более строго более аккуратно выглядела вот мы видим 12 миллиметров до может я не прав я думаю что это 10 до не 11 вот 11 на 11 ну такая получилась по идее должна быть десятка вот приварил окончание ручка тоже вот долго не мудрство с квадратной трубы очень даже легко и просто здесь вот этот вот уже с нержавейки у меня крючочек это когда я узнал на металлобазе вот он у нас 14 миллиметров в диаметре вот еще один момент почему вот здесь вот такие вот маленькие потому что со временем возникает необходимость когда мы делаем технологическое отверстие и заходим куда-то в глубь там внутри мы можем залезть руками условно и надеть насадочку и работать потом чтобы крючок достать назад опять же мы насадочку снимаем через технологическое отверстие вынимаем крючочек и все вот такие вот вещи как бы ну такие дырки сверлить тоже ничего хорошего нет в принципе это силовые крючки для свободного доступа когда удобно работать и хочется работать сразу двумя насадками есть такая необходимость это все для примера вот одна у нас острая другая овальная вот насадки могут быть любые разные такие которые вам допустим в данный момент необходимы нужны чем вы собираетесь работать у меня тут немножко есть говорится насадочки это я просто показываю примеру вот все это делалось из подручных средств вот это вот была в жигулях в движке где-то я не помню одну вот так заточил другую более острая я бы сказал одна из таких очень эффективных любимых моих насадок вот что-то покупалось вот это вот это колпачки вот что-то делал сам вот такие вот дела и берешь и работаешь делаешь то что надо я думаю что на вопрос я ответил а что касается силовых таких крючков вот как вот эти то видео есть где они делаются как делается вот тоже самое один из крючок просто приварено тут даже из двух кусков свареные вот надо было мне сделать именно под такую длину под такую работу я взял его сделал вот тоже самое вот это где-то надо было поковыряться вот то есть сделал он лежит кушать не просит вот тоже для чего-то я делал куда-то залезть и как говорится жалко выкинуть вот он и прилежался вот они такие прямые но как-то я ими не очень работаю я думаю со временем они еще немножко здесь полежат и они отсюда уйдут почему потому что во первых длина и вот он прогинается это на мой взгляд но неудобно в работе когда крючок сильно гнется вот поэтому я буду переделывать скорее всего будут крючки из них сделаны другие вот более короткие чтобы вот допустим вот мы видим прогинается да вот ручка ходит а этот особо не прогинается вот что-то в таком роде буду делать а так конечно можно делать все что хочешь вот надо было что-то сильное мне надавить это даже я помню было для рихтовки а не для без покраски я такую сгандабил надел вот такую железяку вот и ей повыдавливал то что мне надо было там был такой противный залом из складками и там было понятно что ни о какой без покраски речь не идет ну вот я думаю что я ответил на все вопросы а еще один момент какой длины и делать какой чего ребят я думаю я думаю что придерживаться каких-то каталожных форм конечно можно но в данном случае все мои крючки они делались исходя из необходимости вот ну чтобы предваряя ваши вопросы вот 45 дальше 60 дальше дальше 70 дальше 80 и и 110 вот такие вот крючочки вот диаметра опять же подбираем исходя из того чтобы сильно не играла это все дело как-то держала жесткость